Это все вот здесь, вот все, это все, что белое. Вот, смотрите, видите белое? До сюда вот стояла вода. Кажется, истории с затоплением домов и участков в регионе уже не в диковину. В поселке имени Крамзина в период паводков воды было столько, что выйдя на улицу, сухим вернуться точно не удавалось. Вышедшая из строя дренажная система, которая не ремонтировалась более 30 лет, абсолютно не справлялась с объемами воды. У нас получилась такая ситуация, что нам нужно было ехать в город и выходя из подъезда, естественно, дети как бы лужи, это им все. И он у меня просто нырнул в эту лужу, вытащив его из этой лужи, естественно, мы пошли заново переодеваться. И сама вот ходила в магазин в этот момент, и у нас вода, ну, чуть ниже колена была, то есть никакие ни сапоги резиновые нам не помогали, ничего. Ответственных жители так и не нашли. Так же, как и ответ на вопрос, почему не ремонтировали и не проверяли столько лет. Однако помощь все-таки нашли. Сотрудники управления инженерной защиты приехали по первому же звонку. За неделю весь объем работ был полностью выполнен. Были протянуты 45 метров дренажа закрытым способом и 80 метров открытым. Установлены пять колодцев, полностью поменены сгнившие трубы и проложены новые. Сейчас данные всей системы будут обслуживаться, будут вестись противопаводковые мероприятия. Будем осматривать, смотреть. В этом же районе, здесь, в поселке Карамзина, на следующий год мы планируем еще выполнить ряд работ по водоотводу и восстановлению дренажной системы. Для более слаженной работы и благоустройства поселка сил нескольких активистов явно недостаточно. Поэтому жители надеются, что в скором времени на их территории будет создано территориальное общественное самоуправление. Тогда поселок обретет новую жизнь. Мы согласны за всю цивилизацию в нашем поселке, которая только возможна. И еще я могу сказать точно, и хочу даже сказать, что если наши службы, любые службы в Ульяновске будут работать, как служба, которая нам сделала ливневку, мы будем все счастливы. Как признается руководство управления инженерной защиты, на такие вызовы по-прежнему не хватает техники и рабочих. Их настолько мало, что люди вынуждены работать сутками, так как сменить их некому. Но в городской администрации, к сожалению, проблему решать не торопятся. Кристина Жакот, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.